Доброе время суток! Уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft, сегодня хайпуем. Сериал Король и Шут идет по стране, я бы сказал по миру, но наверное нет, все-таки его смотрят русскоговорящие люди, в первую очередь в России. В общем, сериал Король и Шут популярен, мега популярен, да, неоднозначно популярен, то есть кто-то говорит, что это полный щит, кто-то говорит, что это великолепно. Мы сейчас не будем о сериале, я поговорю о другом. Вышел официальный саундтрек, часть 1, если будете смотреть это видео, то сниму и на часть 2. В общем, официальный саундтрек к этому сериалу, вот о нем и поговорим. Я все-таки не обзорщик кино и, честно говоря, не очень хочу снимать видео именно про сериал, а мы тут про музыку. Вы скажете, зачем снимать обзор на саундтрек? Это же просто набор композиций, которые звучат в фильме, они все записаны, там нет новых вещей, да, все так, там нет новых вещей. Но эти композиции взяты не с концертов, эти композиции взяты не с альбомов, это новые версии известных хитов группы Король и Шут. Вот поэтому этот саундтрек, который, так называемый официальный саундтрек Volume 1, можно считать новым альбомом группы Король и Шут. Андрей Князев, он же Князь, переписал все свои вокальные партии, все инструментальные партии переписал коллектив Северный Флот, ну то есть это участники группы Король и Шут, да, потому что участники группы Король и Шута стали коллективом Северный Флот после смерти Михаила Горшенева. А вокал Михаила Горшенева был восстановлен с оригинальных записей, пусть то альбомных или концертных, с помощью нейросети. Считается это новым альбомом? Наверное, да, как минимум это релиз, о нем и поговорим. Я думаю, что обе части саундтрека можно было бы запихать в один релиз, в общем-то тут всего 11 композиций, композиции Короля и Шута не длинные, но понятно, что гораздо выгоднее и круче сделать двойной релиз. Окей, почему нет? Пройдемся по композициям. Начинается данный релиз «Вещи прыгнул со скалы». По опросу слушателей нашего радио, самой популярной и лучшей композиции в истории русского рока, композиции за авторством Андрея Князева и, в общем-то, отношения к Михаилу Горшеневу никакое не имеющие. Но поскольку этот релиз делался под патронажем, ну и как и сериал, в общем-то, под патронажем Князя, понятно, что эта композиция здесь стоит важнейшей и первой. Ну что я могу сказать? Да, действительно, это другая версия, безусловно. Вокал Князя звучит на старости лет, но ему уже 50, да, он звучит более брутально. Не хватает тут горшка, то есть горшка здесь вообще не слышно в этой версии. И композиция звучит скомканно. Она звучит так, как будто бы ее страшно надоело играть за жизнь князю. Но я думаю, что так и есть. Князю надоело ей страшно играть за жизнь. Вот здесь это и воплощено. И примерно то же самое я могу сказать про композицию куклы-колдуна, которая здесь также присутствует в сет-листе. Только там, вот здесь типа у князя такой уставший, но брутальный вокал, а в кукле-колдуна у него ленивый вокал. Лесник. А вот обратная сторона медали. Тут переписано мощно, драйвово. И эта композиция звучит на где-то среднее между студийной записью и концертной. Вот такой ход мне нравится. То есть это идея в тему для сериала. В общем-то звучит, как концерт, которого не было. Просто такой идеально сведенный концерт. В одну кучу две композиции с пластинки «Камнем по голове», «Внезапная голова» и «Проказник скомарок». Потому что по поводу них одинаковая мысль. Это полная имитация концерта. И как бы противовесом идет сама вещь «Камнем по голове», которая уже не является полной имитацией концерта. И я вот с удовольствием послушал бы новые аранжировки, новые студийные аранжировки, сыгранные Северным флотом ныне, ну то есть уже со всем мастерством, накопленным за годы. В общем-то, возможно, всех композиций с пластинки «Камнем по голове». Но, к сожалению, это я могу сделать только именно в самой песне «Камнем по голове». Потому что «Внезапная голова» и «Проказник скомарок» звучат как хорошо исполненные вещи, но на концерте. Это чисто имитация концерта. А все-таки в концертных версиях я все эти вещи могу послушать. А вот «Камнем по голове» в качественном аранжировке и в качественном исполнении, а именно альбома, послушать мне негде. И вот в имитациях концерта я еще отмечу добавленные скрипки, в песнях которых, в которых не было скрипок. Разумеется, не было, потому что во времена «Камнем по голове» в составе краешута не было скрипачки, скрипача. И вот это, кстати, очень логично сделано, потому что если для сериала имитируются именно концертные выступления, то есть саунд концертных выступлений, то логично добавить туда скрипки, потому что в дальнейшем скрипачи были в составе. «Охотник». Тут немного утеряна атмосфера вступления. На оригинальном альбоме «Будь как дома в путник» было просто великолепное вступление. Ну и по мне вообще, в принципе, если «Камнем по голове» очень хочется, чтобы в студии переписали, сделали новые аранжировки, то «Будь как дома в путник» по мне не нужно переделывать. Он прямо идеальный с точки зрения коллектива «Король и шут», вот такого классического «Короля и шута». Ну зато теперь мы имеем студийную версию с выкриком после припева «Охотник Себастьян». Раньше были только концертные. Окей. Да и вообще, в принципе, тяжесть этой песни к лицу, потому что все-таки эта версия звучит более тяжело, нежели оригинальная альбомная. С другой стороны, есть, например, такой концерт, как «На краю». Если вы хотите слушать песни, утяжеленные песни, качественно утяжеленные композиции «Короля и шута», в которых нету князя, то вот можете послушать концерт «На краю». В общем-то, там все прекрасно, тем более он в студии был доработан. То есть, основа была записана на концерте в юбилейном в Санкт-Петербурге, а в студии его доработали. В общем-то, тоже можно сказать, как почти студийный релиз. «Терпением я ненаделен, но мне все лучше, да мне все лучше». «Гимон шута». Эта вещь и так всегда звучала, как сольная песня «Князя». Она и сейчас звучит, как сольная песня «Князя». Ну, по мне, здесь неплохой вариант. Мне просто песня не очень нравится, но по мне неплохой вариант, потому что звучит сочнее, чем на альбоме. «Мертвый анархист» «Мертвый анархист» Это концертный хэви-панк, но «Мертвый анархист» это достаточно тяжелых версий. Но вообще, в принципе, когда «Северный флот» здесь дают тяжеляка, это уместно. Но это, наверное, потому что я большой фанат такой пластинки, как «Бунт на корабле». Мне нравится «Жаль, нет, ружья». Я люблю самые тяжелые альбомы «Короля и шута». В любую суть Танец злобного гения На странице Танец злобного гения Ну, тут, собственно, и звучит чисто, как тот самый упомянутый мною концерт на краю. Это именно для тех, кто любит самый поздний король и шут. «Северный флот» Эта версия ничего не добавляет. Она хороша, но она ничего не добавляет. Потому что есть две отличные версии. Есть отличная версия на альбоме. Идеальная. Есть идеальная акустическая версия на той самой уже мною выше многократно упомянутой пластинке на краю. Эта версия ничего не добавляет. Но, опять же, она обновлена. Итак, плавно переходим к выводам. То есть обновлены все версии. И это хорошо. Это правильно. Моя оценка как саундтреку 8 из 10. Идея очень достойная для обновления материала и для сочетания с кинопроизведением. Как альбом эти версии оценить сложно. Я, наверное, оставлю без оценки. Потому что есть что-то удачное, что-то менее удачное, что-то неудачное. Но, в общем-то, целью этих записей не было выпустить это как альбом. Как саундтрек идея, как я уже сказал, точно удачная. Я уже посмотрел целиком сериал. Да? 8 серий. И я сразу обратил внимание, что как-то необычно звучит музыка, но при этом это точно вокал князя, это точно вокал горшка. Но как-то звучит не так, как всегда. Но при этом вот это прекрасно сочетается с тем, что происходит на экране. Будь то просто композиция, звучащая за кадром, будь то видео с концерта, которое разыгрывается актерами, которые исполняют музыкантов группы Король и Шут, звучит все абсолютно органично и в тему. Точно было бы гораздо хуже, если бы за вокалистов пели актеры сериала. Я такое вообще как бы очень редко одобряю и точно такую идею не уважаю. Окей. Могло бы быть хуже, если бы подбирали какие-то треки, где-то здесь что-то с концерта, взяли здесь что-то с альбома. Звучало бы все, во-первых, весьма разрозненно, потому что у Короля и Шута везде, в общем-то, практически везде весьма разный звук, разный продакшн. Поэтому для цельности музыкального и киноряда эта идея отлична. Повторяюсь, как альбом, спорно, но если вам нравится Король и Шут, можно послушать. Но я честно скажу, ни одну из этих версий себе не оставлю. Ни одна из версий прямо глобально не выигрывает у оригинала. Или у какой-нибудь там настоящей концертной версии с официальных релизов Короля и Шута. Но послушать все равно было любопытно. В общем, Панкс Нот Дед, Король и Шут, официальный саундтрек. Будете смотреть, будет вторая часть, потому что скоро выйдет. Сериал-то, в общем-то, закончен. Спасибо за просмотр, оставайтесь на канале. С вами был Rock and Craft. Субтитры сделал DimaTorzok